Фракция КПРФ в законодательном собрании также предложила включить в повестку дня вопрос о рассмотрении данного проекта закона и направить в Государственную Думу отрицательный отзыв. Но Единая Россия отказалась даже включить в повестку дня данный вопрос. По этому вопросу выступил губернатор Иркутской области Левченко Сергей Георгиевич. Один из всех регионов дал отрицательный ответ, отзыв на данный проект закона. Но будут считаться отзывы только от двух ветвей власти. Мы должны направить от субъекта Российской Федерации два отзыва. От законодательной власти и от исполнительной власти. Тогда это будет в зачет. Сегодня этого нет. Депутаты законодательного собрания в этом созыве закончили уже свою работу. И сессии законодательного собрания больше не намечаются. Они испугались. Мы помним, как и знаем, как Ярославская областная дума рассматривала данный проект закона. И как спикер законодательного собрания, он же представитель партии, лишился своего поста за то, что он позволил вольно вести себя и допустить обсуждение данного проекта закона. Коммунистическая партия Российской Федерации приняла решение провести народный общероссийский референдум по опросу, согласны ли вы, граждане Российской Федерации, граждане Иркутской области, чтобы повысился пенсионный возраст женщин до 63 лет, а мужчин до 65 лет. Я призываю вас всех участвовать в этом вопросе. У меня сегодня значок 55 и не минутой больше. Поэтому я именно за то, чтобы женщины наши, кормилицы наши, воспитанницы наших детей, бабушки, матери прежде всего, вы не представляете, как это сложно воспитывать детей, вырастить, поднять на ноги, получить, дать им образование всем, чтобы они потом приносили пользу нашей великой Са-Медведево в отставку. И гарант консибиции должен это знать. 19 июля будет рассматриваться данный проект закона, а 18 мы опять выйдем на массовые акции протеста, чтобы высказать свою позицию. Я уверена, что 61 регион, который подал свои положительные отзывы в Государственную Думу, с народом не работали и у каждого из вас не спрашивали. Поэтому, уважаемые товарищи, вот я не хотела говорить про выборы, вот не хотела говорить про выборы, но мы выбираем сами такую власть. Поэтому... Мы не выбирали его! Не выбирали? Мы будем вас выбирать! Спасибо! Спасибо всем! Браво! Перед вами выступала первый секретарь городского комитета КПРФ, депутат законодательного собрания Ольга Николаевна Носенко. А сейчас слово предоставляется первому секретарю ангарского горкома партии, депутату законодательного собрания Сергею Алексеевичу Бринюку. Я держу не только для тебя, микрофон только! Уважаемые жители Прибайкалья, присутствующие здесь ангарчане, иркутяне, жители Устердынского округа, не знаю, приехали усальчане, должны были приехать, шелиховцы. Все, уважаемые друзья, мы должны это сделать. Знаете, когда на нашу родину, на Русь, потом в Россию приходила беда, приходила опасность, народ поднимался и защищал себя и родину. Сегодня вот такой момент. Нужно защитить нашу родину от пенсионной беды. И мы это можем сделать. Как это можно сделать? Сегодня многие пока еще сидят дома и ждут, и говорят, я против, но все бесполезно. Вот если на следующую акцию каждый, кто здесь стоит, придет вновь, приведет за собой еще пять человек, десять человек, тогда будет толк. Обязательно. Обязательно. У нас есть опыт, есть практика, когда мы выводили не десятки, не сотни, а тысячи человек, и мы должны это сделать. Сегодня, знаете, есть три пути, по которым может развиваться ситуация. Первый. Мы не сумеем вывести людей на улицу, и вот эти вот люди, которые затеяли эту пенсионную беду, они скажут, а народ не против. Дальше. Мы выведем народ на улицу, но недостаточно. И тогда выйдет какой-нибудь Медведев и скажет, так, а мы прислушались, и возраст выхода на пенсию не будет 63 года, а будет 62 с половиной. И 65 не будет, а будет 64 с половиной. И будут ждать, когда мы им будем аплодировать, ждать, когда мы скажем, ну да, они же вот смягчили. Этого тоже не должно быть. Есть еще один вариант, когда мы выйдем настолько массово, что авторы этой реформы вздрогнут в страхе, и тогда тот, кто там считает, я не знаю, кем он себя считает, царем, богом, вот, тогда выйдет и скажет, я герой, я народ защитил. Скажет, не сметь проводить эту реформу, проведя при этом реформу НДС и кучу других гадких законов. Поэтому сегодня, вот Ольга Николаевна говорила, что нужны два отзыва от Иркутской области. Я вам докладываю, что области, в которых нет выборов, там единороссы очень смелые. Они дружно голосуют, что это очень хороший закон и дают позитивные отзывы. А там, где есть выборы, они трусливо, как здесь у нас, в Иркутской области, помалкивают. Что Априлка сказал иркутянам, что он струсил и не стал ставить этот вопрос? Что Лобыкин сказал, что он в своем профильном комитете не стал этот вопрос готовить? Они молчат. Они на сессии заявили, вопрос не подготовлен, рассматривать нельзя. Но они сами виноваты, что вопрос не подготовлен. Поэтому я предлагаю сегодня в резолюцию включить требования к законодательному собранию провести до 17 июля внеочередную сессию, принять отрицательное заключение и 18-го, не позже 18-го, отправить в Государственную Думу. 19-го этот закон будет рассматриваться в первом чтении. Если они в первом чтении пустят его дальше, проголосовав за, значит мы должны еще с большей силой выйти в протест и не позволить принять такой гадкий, мерзкий, антироссийский, не только антинародный, антироссийский закон. Это вражеские происки. Патриот никогда с таким законом выступить не может. Вот у меня лозунг. Наше дело правое. Победа будет за нами. Она должна и может быть за нами. Но при условии, что народ выйдет защищать себя и Родину. Спасибо. Добрый день, уважаемые земляки, иркутяне. Я не мог не прийти на этот митинг, потому что просто обязан высказать свою гражданскую позицию. Достаточно долго приходилось терпеть и находясь в органах исполнительной власти, исполняя федеральные законы. Но терпение кончилось. И могу говорить во весь голос. Это антинародный закон. И та дума, которая пытается это принять, она делает и работает против своего закона. Депутаты законодательного собрания, которые действительно молчаливо, как страусы, запихали голову в песок, боясь озвучить свою позицию. А что скажут там наверху? Они работают и даже не работают, а существуют на наших плечах, по большому счету, как кровососы. Они живут против нашего народа, против иркутян. И сейчас, прячась за своей волчьей личиной, в овечьей шкурке, пытаются идти еще дополнительно в выборы и говорят, мы все делаем для народа. Хоть бы раз что-то сделали. За свою, пусть может быть не долг, восьмилетнюю работу в исполнительной власти. Я насмотрелся, как они работают. Просто стыдно бывает иногда за то, что вытворяет наше региональное отделение, как говорится, единой России. Не единой, а единоличной России. Вот в чем дело. А единой России, это мы с вами, иркутяне. И я говорю, категорически нет этому проекту по повышению пенсионной реформы. Как я могу с ним соглашаться, если у каждого из нас есть мать? Как я могу маму заставить работать еще больше? Да государство уже должно было носить ее на руках за то, что она сделала для нашей страны. Сколько она в свое время выстрадала и работала, постоянно не покладая рук. А теперь говорят, а давайте поработать еще больше. Да многие из нас в нашей Иркутской области, в этой экологической обстановке, когда нас окружают олигархические заводы, ирказ, браз и так далее, экология никакая. Кто доживет до этого возраста из женщин? Какие дети будут появляться? А когда возникает потребность у молодых семей, при отсутствии еще детских садов в полном объеме, отдать бабушке понянщице, а что она на работе будет? И что будут делать тогда родители? Молодые, чтобы для того, чтобы трудиться, они начинают водиться с детьми. Хотя бы кто-то помогал. Поэтому я считаю этот проект антинародным, и нужно вместе объединиться и дать ему полный отпор. Спасибо. Слово предоставляется координатору движения Национально-патриотических сил России в Иркутской области Елене Красновой. Пожалуйста. Здравствуйте, товарищи. Вот не прошло и полгода, как мы с вами продвигали кандидатуру в президенты Грудинина. К сожалению, ситуация сложилась так, и это неизбежно, что нас заставили жить и дальше при оккупационном режиме. Но я хочу сказать, что координатор движения Национально-патриотических сил Филин, он все-таки подал иск в суд о непризнании итогов выбора действующего президента. И сейчас, значит, сейчас движение Национально-патриотических сил подготовило иск в Конституционный суд о нарушении правительства Медведева Конституции Российской Федерации по поводу принятия этого пенсионного закона. То есть нарушается статья, где говорится, что наша страна является социальным государством, нарушается статья, где говорится, что гражданам гарантируется социальное пособие по старости, а у нас сейчас люди, которые не будут иметь достаточное количество баллов до 70 лет, никакого пособия не будут иметь, и, соответственно, они обречены на болезни и голодную смерть преждевременную. Также нарушается статья, где говорится, что вновь вводимые законы не должны отменять предыдущего закона. Поэтому я призываю поддержать движение Национально-патриотических сил по поводу этого иска в Конституционный суд, закрепить это в резолюции. Далее, мы говорим сегодня о незаконности этой пенсионной реформы, но это всего лишь детали оккупационного режима. У нас огромная масса сейчас фактов, и каждый об этом знает, нет смысла даже перечислять, что мы на 91-м месте в мире по финансированию образования. Мы на 97-м месте в мире по финансированию здравоохранения, это в самой богатой стране мира. Нам говорят, что мы долго живем, мы на 122-м месте по продолжительности жизни. В основном количестве стран доля финансирования пенсионного фонда из бюджета 17%, у нас 8%. В странах кредиты берут под 1%, мы под 7%. Всем понятно уже давно, что мы в оккупации, поэтому бороться с какой-то одной деталью этого оккупационного режима нет смысла. Поэтому мы инициируем процесс, во-первых, сбор подписей за отставку оккупационного правительства Медведева. И 18-го числа конфедерация труда объявляет всероссийскую акцию, более массовые митинги с этой темой против пенсионной реформы. И под слоганом «Правительство Медведева в отставку» мы 18-го числа стартуем с сбором подписей массовым. Под этим слоганом «Правительство Медведева в отставку» это оккупационный режим, который обслуживает 100 богатейших семей, которые в экстазе слились уже давно с мировым транснациональным капиталом, а нам до сих пор мозги композируют про какой-то там патриотизм. Я призываю всех присоединиться к Комитету противодействия пенсионной реформе и грабительских налогов. Заходите на сайт митинг38.рф, оставляйте свои контакты, присоединяйтесь к группам активистов, которые начнут сбор подписей на улицах Иркутска и раздачу рекламных объявлений по поводу митинга 18-го числа и по поводу митинга 28-го числа объявлено КПРФ Российской Федерации. Давайте, пожалуйста, объединимся в работе этого комитета. Туда присоединяются партии и непарламентские, и «Справедливая Россия», и КПРФ, и движения, и просто активные граждане. Давайте закрепим это в резолюцию. Дорогие сольчане, иркутяне и так далее, все, кто живет в Иркутской области. 22 июня 41-го года на нас напал фашист. А 14 июня 2018 года наше собственное правительство, которое с нас получает дикую зарплату. Вы понимаете вот эту ситуацию? И плачет природа, а нас плачет природа. Посмотрите, в Великую Отечественную 20 миллионов мы потеряли, люди защищали собственное государство. А нынешнее правительство планирует к тем 22 миллионам нищих сделать еще 20 миллионов нищих. Посчитайте, что только будет. Чем кормить детей? В 19-м году, в 21-м, в 23-м, в 25-м, в 27-м, в 31-м, в 33-м в этих годах ни один человек не выйдет на пенсию, если этот закон с 1 января пойдет в силу. Вы сами вот только задумайтесь, столько лет никто не будет. Почему? Потому что 6 триллионов каждый день от наших с вашими денег, которые мы государству даем попользоваться, пока мы выйдем на пенсию, попользоваться, наши заработанные деньги. 6 триллионов каждый год правительство ложит в карманы миллиардеров. 6 триллионов. 8. У нас сейчас планирует Госдума, да, из консолидированного государственного бюджета. А в такой, как Польша, Португалия, там 14. То есть 6 триллионов добавит в пенсионный фонд, это наши с вами деньги. Правительство содержим мы, Госдуму с бешеными зарплатами содержим мы, а они говорят, что пенсию мы вам даем. Это их вроде как подачка, чтобы мы не умерли. Но эту пенсию, вот я работаю, отчисляю 1% в пенсионный фонд. А потом, если я доживу до этого возраста, мне с этой моей же личной копилки, мне правительство будет выцеживать вот эту копеечку. Только задумайтесь, о чем мы говорим. Пенсия, это не то, что вот ты дополз и должен умереть, а ты должен выйти на заслуженный отдых и достойно жить, отдыхать, потому что ты вырастил детей, ты сделал огромный вклад в свое государство, ты, как говорится, под солнцем сделал все, что мог. И сейчас, вот посмотрите, они уже обложили столько налогом все, вот прошел дождь, в четырех регионах нашей России ввели эксперимент оплата за дождь. Круглый год, 7 рублей с человека. Вот идет дождь, и думаю, а следующий год они введут из нас. Почему мы стоим? На 18 июля Ангарский горком получил уже разрешение на митинг в Ангарске в 18 часов у Музея Победы. Если кто-то будет проездом, пробегом или специально, приходите. Приготовьтесь сказать добрые слова тем, кто придет. Нельзя молчать, нельзя молчать. Отдавать на откуп. Сейчас пошел шумок в Госдуме. Может быть, 3 года женщинам с костюм. Это для того, чтобы мы уже успокоились. Кто-то услышит, может быть, а может и нет. Понимаете, фашисты те, кто подал 61 регион, согласились с этой реформой. Вот это те предатели, которые когда-то были в Великую Отечественную, но мы их знали в лицо. А здесь мы их в лицо даже не узнаем. Ведь они под личиной. Нам улыбаются в глаза, а сами что делают за нашей спиной? На наши с вами деньги. И когда вы придете 9 сентября в законодательное собрание, за депутатов в законодательное собрание, посмотрите, кто еще борется КПРФ? Где Единая Россия? А они ведь лгут везде. Подумайте, за кого будете отдавать, с кого потом спрашивать. Единой России спроса нет. Они не обсуждают, а зачем. И так легко им живется. Спасибо. Уважаемые земляки, мы здесь собрались выразить свой протест против людоедской реформы пенсионного законодательства, которая направлена не только на геноцид нашего народа, но на его раскол. И призвано сделать, то есть, соучастниками этой реформы действующих пенсионеров. Потому что авторы реформы говорят тем пенсионерам, которые уже получают пенсию. Вы получите больше, то есть, вы будете соучастниками ограбления и уничтожения собственного народа. Это самая большая путлость, которую они могли сделать. Почему это произошло? Ну, во-первых, я не буду говорить о том, что реформа – это полное вранье, что там врут от начала до конца о том, что молодежь или те люди, которые сегодня работают, содержат пенсионеров. На самом деле, все вы знаете, что все наоборот – это пенсионеры содержат молодое поколение. Потому что пенсия состоит из того, из тех денег, которые пенсионеры недополучили во время работы. И которые им будут доплачивать после выхода на пенсию. Это их работа, это их заработок, это их пенсия. Почему так происходит? Почему, собственно говоря, сегодня денег не хватает? Да потому что олигархи не хотят платить налоги. Потому что они присвоили народу общенародную собственность. Они присвоили прибыли от работающих предприятий. Они присвоили наши природные ресурсы. Они получают природную ренту. То есть, они грабят народ и говорят, что платить должны бедные. То есть, мы платить ничего не будем. Кроме того, забрав наши заводы, фабрики и средства производства, они не создают рабочих мест. Они вывозят деньги за рубеж. Там, где, в общем-то, их настоящая родина. Там, где они хотят жить и чтобы жили их дети. Значит, тем самым они обрекают народ на смерть. Потому что у него, у народа нет средств к существованию. То есть, нет возможности работающему человеку кормить свою семью и кормить своих детей. В этом истинная причина этой реформы. Потому что они хотят, чтобы мы, как говорится, перешли уже не на хлеб и воду, а на траву, на подножный корм соответствующий. Это первое. Второе. Почему это стало возможным? Вы помните выборы 16-го года в Государственную Думу. Вот я был депутатом 6-го созыва. У нас преимущество Единой России, то есть, численный перевес Единой России. В Государственную Думу было всего 13 голосов. В этот созыв, в 7-й созыв, избрали 76% в состав Государственной Думы от Единой России. То есть, народ отдал голоса Единой России. Она получила более 2-х третей в Государственной Думе. Они сегодня могут сделать все. Они могут поменять Конституцию. Они могут любое законодательство изменить сегодня. Благодаря тому, что они обманули народ. Никто же ведь из них не говорил, что мы повысим пенсионный возраст. Хотя намерения такие были. И я на выборах 16-го года предупреждал, что будет именно так. Поэтому сегодня, вот здесь было сказано предыдущими ораторами о том, что они могут пойти на попятную. Я думаю, никуда они не пойдут. Плевали они на народ, они будут идти до конца. Понимаете, если будут какие-то протесты, они будут только просто жестче продавливать свои вот эти интересы олигархов и интересы правящего класса. Потому что они уже потеряли чувство реальности. Вот мы сейчас обсуждаем пенсионную реформу. А вы знаете, что с 1-го числа, с 1-го января будет введен налог на мусор. Да. То есть каждый человек ежемесячно будет платить соответствующий налог, независимо от того, есть там мусор, нет там мусора. Значит, и сумма этого налога, она сегодня обсуждается. Но в сущности она будет примерно 200 рублей в месяц с человека. От мала до велика. То есть, понимаете, люди потеряли берега. Они не знают, как, в общем-то, дальше выжать. Да, да, хорошо, что не на воздух. Но на мусор, понимаете, заставят платить всех. В Америке есть такая поговорка, да, что из свиней добывают сало, а из людей деньги. Вот эта дума, это правительство следует как раз именно этой поговорке. Надо показать им, что мы народ, и что мы можем и должны этому сопротивляться. Не просто сопротивляться, а дать организованный отпор. Значит, поэтому я думаю, что любые формы протеста, ну, в рамках закона, потому что мы правы, понимаете, потому что законы, интересы, так сказать, и справедливость на нашей стороне, мы должны этот протест выразить не только на митингах, но и в политических действиях, в том числе в результате голосования на выборах 9 сентября. Поэтому мои предложения в резолюцию ни одного голоса единой России, вот там сказали, что мы не видим этих врагов, мы их видим, понимаете, ни одного голоса единой России, потому что ее голосами прошли они. Второе. Правительство в отставку и Государственную Думу в отставку, то есть потребовать ее распуска. Далее. Конечно, самое простое решение сегодня – это ликвидация пенсионного фонда. Фактически это паразитическая надстройка, которая живет на нашей пенсии, на народные деньги, жирует, так сказать, да, и не дает народу жить. Пенсионный фонд распустить, а пенсию выплачивать из государственного бюджета по статье расходов пенсионное обеспечение граждан. Да, как в советские времена это было. И пенсионный фонд, вот эти пенсионные расходы должны быть обеспечены всем достоянием Российской Федерации, потому что эти деньги должны выплачиваться не только из отчисления от заработной платы, но и от прибыли предприятий, которые мы с вами вместе строили и создавали. Так победим. Они созреют для того, чтобы решить этот вопрос и будут голосовать за. У рабочего класса приготовленный для вас волшебный подарок в виде волшебного пенделя. Я не буду здесь стесняться в своих выражениях. И на любой такой митинг я призываю вас выходить так, как выходят 9 мая. Мы защищаем свои интересы. Уважаемые коллеги, я хотел бы также еще затронуть тему, как профсоюзы представляли в трехсторонней комиссии по вопросу данной реформы. Мы высказались категорически нет. Мы объяснили все свои причины, доказывали тем, что в предыдущие годы, когда рассматривался данный вопрос, никогда не задевалась тема, что в данном пенсионном фонде отсутствуют средства. Всегда говорили, что их хватает, всегда говорили их достаточно. Что поменялось за последний месяц? Что произошло? Конечно, правительство решает идти по самому простому пути. Не искать в равных себе класса, я имею в виду из депутатов Государственной Думы, голосующих и поддерживающих их проект. Не искать в своих карманах. Обратиться просто к народу. Да даже не просто обратиться, а изъять. Это неправильно. Поэтому волшебный пинок, я уже говорил, он на старте.